Не ожидал я такого. Российские академики вынесли обращение к президенту Путину, требуя покаяться перед Соединенными Штатами Америки. Да, звучит, блин, как какой-то стёб, ведь академики это типа умные чуваки, которых все уважают, да и не зря. Они в науке топят и исследования проводят, помогая двигать Россию вперёд. И вообще, общество, наверное, должно гордиться своими академиками, но вот, похоже, далеко не всеми. В феврале прошлого года, в то же время, когда Россия начала определённые действия, появились обращения российских академиков и журналистов к президенту Путину. Они там, короче, написали, что они недовольны действиями нашего руководства и подписали это дело целых 370 академиков и других умных тёток и дядек. И потребовали, мол, надо всё бросить, пойти к Соединённым Штатам и Альянсу, кинуться к их ногам, всё им просить и покаяться. Слово «покаяться» здесь просто огонь, меня аж злость берёт. В общем, российские академики, несомненно, представляют разнообразные точки зрения. Получение звания академика требует написания множества научных трудов и монографий, а также значительного вклада в науку. Однако после получения этого статуса избавиться от академика оказывается практически невозможно. Их мнения часто воспринимаются как авторитетные и учитываются при принятии важных решений. Эта ситуация заставила некоторых учёных злоупотреблять своим статусом в учёном сообществе. Подобные заявления уже не редкость. Их можно услышать от различных деятелей эстрады и представителей творческой интеллигенции. Считалось, что Российская Академия Наук остаётся вне политики и фокусируется исключительно на науке. Но с течением времени выяснилось, что это мнение ошибочно. С 90-х годов РАН начал превращаться в центр идей либерализма. Тем не менее, в те времена эти идеи представлялись нашему обществу осторожно и аккуратно. С начала 2000-х годов начали появляться академики, открыто пропагандирующие либеральные идеи. С 90-х годов Академия как будто превратилась в место, где идеи либерализма плодятся, хоть и аккуратно, а потом начиная с 2000-х. Оттуда начали выползать русофобы, которые открыто пропагандируют либеральные идеи. Короче, какие-то палёные темы начали там продвигать. Так чего же так перепугались академики, что даже решились написать Путину? Всё банально просто. Они зажрались и испугались. Что сейчас Россия в конфликт с западным миром влетит. И им без поддержки западных стран не прокатит продвигать свои научные идеи. А Запад, значит, останется без своих верных слуг. Вот такая история. Один академик РАН Андрей Рудской даже сказал, что современная российская наука, по крайней мере, часть её, стала каким-то агентом антироссийской политики Запада. Мало многие академики больше известны своими политическими акциями и петициями, чем своими научными достижениями. И это, ребята, что-то с чем-то. Присутствие либералов и русофобов в РАН представляет определённую опасность. Академики РАН должны анализировать ситуацию в разных областях, не только в России, но и в мире. Их аналитика часто попадает на столы российского правительства и президента. И от того, кто составляет рекомендации, зависит будущее страны. Также существует опасность в том, что РАН могут быть спящие агенты, завербованные иностранными спецслужбами. Об этом даже сообщали аналитики ЦРУ в своём докладе, представленном Конгрессу США после публикации письма академиков. Несмотря на наказания некоторых академиков, большинство из них остаются на своих постах и могут продолжать влиять на научное сообщество и принимаемые решения. Это говорит о необходимости провести глубокую реформу в РАН и в патентном бюро, чтобы обеспечить честность и независимость процесса проверки и защиты научных идей. Важно, чтобы молодые талантливые учёные имели равные возможности для продвижения в академическом сообществе. Так что, друзья, давайте свои комменты оставляйте, лайки ставьте и на канал подписывайтесь, чтобы новые интересные видео не пропустить. Удачи всем, бродяги! Субтитры сделал DimaTorzok